Huawei это компания, за которой интереснее всего наблюдать в последнее время. Мощнейший 2018 год, интересный флагман на подходе и жесткий махач с Apple и США, который на прошедшей неделе вышел на какой-то совершенно новый итог. Все это может кардинально изменить расклад гаджет тусовки в мире. Об этом сегодня и поговорим. И, казалось бы, при чем здесь 5G? Это Droid Show, с вами Барьян Веденский. Погнали! За последний год создалось ощущение, что Huawei прям поперло так поперло. И камеры с искусным интеллектом, новый формат карточки памяти, режим фото в темноте, и флагманы чётенькие, про линейку Honor я вообще молчу, да и по продажам Apple обскакали. И, как часто бывает в подобных ситуациях, недолго фраер танцевал, скоро началась жара! Год назад, как вы помните, начала появляться информация о том, что через китайское оборудование и устройство якобы китайские власти могут шпионить за американцами. Но этого оказалось мало. В декабре начался реальный напряг. В Канаде арестовали финансового директора Huawei. В ответ на это на многих китайских заводах запретили пользоваться внезапно техникой Apple. Ну, мы уже об этом подобное разговаривали. Но буквально пару дней назад всё кардинально изменилось. Знаете, что случилось? Американские власти выдвинули официальное, то есть вот на бланке с гербовой печатью с орлом, обвинение в адрес Huawei. В банковском мошенничестве, кража технологий у компании T-Mobile, отмывание денег, нарушение санкций против Ирана и препятствия правосудию. То есть это уже не то, что там какое-то сливное СМИ напечатало, типа, нам кажется, китайцы за нами шпионят. Сейчас это носит статус официального документа и объявления. Что это значит? Это значит, что если суд решит, Huawei могут полностью запретить США. В любых проявлениях. Смартфоны, планшеты, оборудование для операторов, софт, всё. Также на Huawei могут быть наложены санкции в виде запрета на покупку американских комплектующих компаний, так как это было сделано с ZTE в прошлом году. И тут вы такие, ну, блин, окей, к нам это имеет какое-то отношение. Самое любопытное, что это уже глобальная хрень. Речь не только про США. Если прогуглить, можно найти за последнее время новости про запрет 5G-оборудования Huawei в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Германии, арест топ-менеджеров в Польше, отказ от софта в Чехии. Vodafone, крупнейший европейский оператор связи, также приостановил установку оборудования Huawei на ключевых европейских рынках. Как-то слишком много совпадений. Thank you very much. Чем отвечает Huawei? Интересно, что на этом фоне компания продолжает делать покерфейс и говорит, что мы по-прежнему велики. На конференции на днях SEO-компании Richard Yu сказал, что в 2019 году Huawei планирует стать номером один в мире по продаже смартфонов, то есть обогнать Samsung, что в общем-то не выглядело бы фантастикой еще пару месяцев назад. Теперь уже это как вызов воспринимается. И понятно, почему от Huawei у всех так сильно бомбит. Дело даже не в том, что за последний год они обогнали Apple по продажам смартфонов в мире и вплотную подобрались, ну не вплотную так, подобрались к Samsung. И дело даже не в бабле, хотя в нем тоже. А основной момент в том, что Huawei помимо гаджетов для народа делает оборудование для сотовых операторов. Делает дешево и хорошо, и в этом деле тоже на лидирующих позициях. И как раз сейчас мир переобувается на 5G-сети. И тут, с одной стороны, многим конкурентам, вроде Cisco или Ericsson, западло, что они теряют наступающий рынок 5G. Но более важно то, что другой такой компании, которая делает и смартфоны, и сотовые вышки, в таких масштабах просто нет. Ты хочешь стать номер один в смартфонах, ты хочешь стать номер один в сотовом оборудовании, и ты при этом китайская компания. Так не пойдет. И это уже совсем другой расклад, и это дает безграничные возможности Huawei по контролю и аналитике IT-инфраструктуре в мире вообще. И такой, и монополист, конечно же, никому не нужен. Надо заметить, что Huawei и не скрывает этого, и спокойно продолжает форсить тему 5G. Все тот же Ричард Юр сказал, что на выставке MWC в Барселоне представят первый 5G-смартфон от Huawei, который заодно будет первым складным смартфоном Huawei. Выглядеть будет примерно так, но самое интересное, что он будет работать на собственном 5G-модеме, который называется Balong 5000. То есть даже тут модемчик от американского Qualcomm не пустили, и он пошел лесом. Но надо понимать, что при всех понтах Huawei расценивает угрозу очень серьезно и уже принимает подстраховочные меры. Мы уже не раз говорили о разработке собственной операционки Kirin US, чтобы заменить Android, если вдруг. А на днях стало известно о том, что Huawei попросила своих поставщиков переводить потихонечку производство в Китай, чтобы штаты не смогли до них дотянуться. Да, несмотря на собственные Kirin и другое, многие комплектующие Huawei все еще закупает. То есть это все уже давно не просто слова, а конкретные действия, конкретная война за будущую IT-инфраструктуру в мире, вообще-то на минуточку, которая, возможно, конечно, обычному пользователю так на вид незаметно. Смартфончики, телефончики, операционочки, приложеньки, TikTok. И что я имею вам по этому поводу сказать? При всей моей любви и интересе к тому, что сейчас делает Huawei, мне кажется, что агрессивный подход со стороны США, если это расценивать как единую компанию, а не совпадение, скорее оправдан. Вот почему. Дело в том, что Америка обычно пускала на свой рынок китайские товары и продукты, при том, что многим американским компаниям путь в Китай заказан. Вспомните хотя бы Facebook, Google и прочее. Apple пока торгует, но кто знает, как ситуация изменится через пару месяцев. Получается, что Huawei, к которой я хорошо отношусь, стала сейчас заложником собственного правительства и ограничения конкуренции в своей же стране. И получается, что компания, которая реально занимается технологиями, ищет, нащупывает инновации, сейчас стала разменной монетой в торговой войне между двумя большими странами. И мы, как пользователи, от этого скорее не выиграем. Впрочем, нащупывается аналогия с ситуацией между Apple и Samsung, когда у них была своя патентная война, и там все как-то в итоге очень интересно разрулилось. Правда, это тема для другого ролика, так что, если хотите, нажмите лайк, подписывайтесь, нажмите колокольчик и напишите, что такое видео нужно. Ну и, конечно, многое станет более понятно после выставки МВЦ в Барселоне. Не пропустите. А теперь в топ я, наконец, сходил в кинотеатр на кино, которое очень давно хотел там посмотреть. Помните Питера Джексона? Это режиссер, который сделал для нас, для нас, всю трилогию «Властелина колец». И вот его последний проект называется «Они никогда не станут старше». И это просто вау! Это документальный фильм про Первую мировую войну, и он полностью составлен из документальной хроники, рисунков, карикатур, плакатов тех годов, столетней давности. Кино, как вы знаете, тогда было черно-белым и немым. Так вот, Джексон решил, что мы покрасим эту хронику, сделаем ее цветной, и мы озвучим ее. Создатели настолько заморочились, что позвали специалистов по чтению по губам, чтобы узнать, что говорят солдаты в этих видеофрагментах. И самое крутое, что получился слепок совершенно другой эпохи. Вообще говоря, это фильм про то, как 19-й век превратился в 20-й. Кино начинается с того, что реальные участники событий рассказывают, как они шли на войну просто потому, что «Ай, чё бы и нет, чё ещё делать?» А заканчивается тем, как они возвращаются в совершенно другой мир, в котором им уже нет места. Мир, который изменился, пока люди воевали за политические цели незнакомых им чуваков в цилиндрах и фраках. Как-то это все рифмуется с основной темой нашего сегодняшнего выпуска. Танки, настоящие пушки, настоящая грязь, джем на завтрак, настоящая жизнь людей в окопах. Мы можем увидеть в хорошем качестве со звуком, каким был мир ровно 100 лет назад, и не просто мир, а война и мир. Скламбурил Борис, молодец. Короче, фильм называется «Мы никогда не станем старше». Рекомендую посмотреть в кинотеатре на большом экране. Это крутое зрелище, оно и дома тоже будет норм. И спасибо, что посмотрели видос. Напишите в комментариях, что вы думаете, что случится с Huawei, и как вообще разрулится вся эта ситуация. Потому что, блин, такая игра престолов закрутилась. Я не могу. Это Дроидер Шоу. С вами Борян Веденский. Подписывайтесь, нажмите на колокольчик. И лайк тоже влепите, если вам было интересно. Увидимся совсем скоро. До встречи в будущем. И классных выходных вам.